Музыка Вам все уже сказали, а теперь еще раз скажу вам шаббат шалом. Сегодня у меня очень даже интересная тема. Я понимаю, что она интересна, потому что как я ее завершил, я понял, какое давление я начинаю переживать. Я ехал сюда, каким-то давлением, во время прославления, кто-то чувствовал, вроде бы нормально, какое-то давление. И я себя словил на мысли, что, наверное, то, о чем я буду говорить, очень и очень не нравится тому, кто называется врагом душ человеческих. Потому что это будет касаться лично нас, нас, людей, с вами. Я назвал проповедь, не переживай, иди дальше. На самом деле, знаете, как есть такое состояние, да, вот говорят, переступи. И типа, что было, то было, переступи, а хай-то оно будет. Но если мы не контролируем захватывающие нас личные чувства эгоизма, тогда этот эгоизм будет владеть нами. Он всегда. Если мы не будем контролировать вот это чувство, которое нас захватывает, оно начнет нас вести, знаете, как на убой состояние, что это будет контролировать нас. Буквально неделю назад мы сделали одну петицию в мэрию города. И, если вы сегодня знаете, в Одессе проходит парад, прайд, да? Да, это, ну, как бы, радужный прайд. Ну, слово прайд, это гордость, парад гордости. В чем гордость, конечно, я не понимаю всего того, что там происходит, но хочу, чтобы вы понимали, я специально говорю об этом, потому что мы сделали петицию. Кто из вас, может быть, не следит за новостями в Одессе, то можете заметить, что, и мы заметили, что наша в этот раз петиция, которую мы подали многими конфессиями, поставили печати, подписались о нашем, как бы, возмущении о том, что именно, ну, эти люди, как бы, имеют право, они имеют право на все. Но почему-то у нас нету права таксистам провести свой таксопартный прайд, да? Все таксисты вышли на улицу и проехали из Одессы, никто же не проводит, да? Либо у нас милиция, у нас никто не выходит сделать парад милиции, чтобы все вышли, как бы, гордо прошлись, что они у нас, как бы, защита нашего города. Да почему-то таких вещей нету, но у этих людей должно что-то быть, понимаете, да? Мы, как бы, не против их личных желаний, это их право, как себя вести, но как верующие люди, мы за ценности, которые защищены Конституцией Украины, где написано о семье, как в конституционном положении. И для нас нас беспокоит не то, что у нас такие люди есть, они всегда были, об этом говорит Писание, да? Нас беспокоит то, что они хотят, или их желание уравнять воспитание детей на уровне того, что должен быть выбор до того, как ребенок фактически пойдет в школу. Я считаю, мы считаем, верующие люди, особенно религиозные сообщества Одессы, что такое положение, оно, как бы, не соответствует выборам наших граждан. Например, кто из вас вообще хочет, чтобы ваши внуки или ваши дети еще в первом классе знали, чем отличаются мальчик и девочка, и что мальчик может быть мальчиком, а девочка-девочка, либо вообще без ничего? Один человек хочет, чтобы это было, а я не хочу. С этой стороны не могут, сказать, вызвать свое положение. Смотрите, я вам скажу так, я почитаю, что мы сделали, реакция СМИ была сразу очень жесткой, а это значит, что мы что-то сделали, первый раз за 10 лет мы что-то сделали нормально, не среагировали. Мы всегда писали, а сейчас они как-то так среагировали жестко, но среагировали, значит, что-то мы уже копнули. Вот название самой, как бы сказать, статьи подрывают репутацию города. Московский патриархат вместе с отдельными католическими протестантами просит Турханова запретить ЛГБТ марш в Одессе. Заметьте, как они еще сделали. Это не протестанты, которые писали. Московские патриархаты вместе с отдельными католиками протестантами просят Турханова. Окей. Ряды религиозных организаций Одессы выступили с обращением в городском уголове Одессы Геннадия Турханова. Мы попросили, чтобы не допустить проведения в нашем городе ЛГБТ акции Pride 19, анонсированного во вторую половину августа. Авторы документа цитируют Библию и 51 статью Конституции Украины, где говорится о том, что брак базируется на свободном воле мужчины и женщины. А семья, детство, материнство, отцовство сохраняется законом. Что плохого? Вроде бы мы сделали свою реакцию, как верующие люди, как главы конфессии. Мы сделали свою реакцию. И действительно, там очень много было вещей. И я люблю еще немножко читать комминсы. Я все комминсы не буду читать, но почитаю несколько. Людей, которые просто там комментируют. Первый коммин, который там пишут. Да, даже не знаю, что сказать. Разве что, воистину Ахбар. Зря я первый написал. Тут без Петровича не разберешься. В скобках. Пугает только количество печати различных структур, которые вроде бы как отдельные от государства, но пытаются активно на что-то влиять. Ведь Украина, светское государство или уже нет. Ну, знаете, такое. Ну, один ответ. Второй. А что тут сказать? Как вор громче кричит все, как вор громче все кричит. Держи вора! Отводят в себя внимание, так и лататные борются с публичным проявлением собственного разделения. Ну, типа намеки же. У них у всех это все проходит. Там некоторые пишут так. Московский патриохат позорит Одессу. Московские попы, как циничные агенты влияния России и Украины, разве не знают, что творится в руководствах, в каких-то церквях в Москве и в Одессе, в частности, в плане гомосексуализма, в том, какие оргии бывают в их семинариях. Ну, знаете ли вы? А там один пишет. Я зачитываю, просто каменцы, я имею для этого причину. Значит, в помещениях семинарии можно, а участие иерархов приветствуется в этом движении или нет? Последнее. Если законам Украины не запрещается, значит, можно. А если можно, значит, утверждено. Но, знаете, когда я смотрю на эти каменцы, и вот мой вопрос, вот, что их зацепило? Что людей зацепило писать свои каменцы? За то, что мы, как верующие люди, не от лица ваших, а вообще всех-всех верующих. Мы же написали от лица всех-всех верующих. Наша позиция. Написать, что мы хотим, чтобы защитили наши позиции семьи. Поэтому просим вас, не давайте возможность просто проводить эти акции, чтобы наши дети каким-то образом не пытались в это состояние. Я знаю, что то, что там смотрится в интернете, потом, может быть, против меня и пойти. Но суть в чем? Каждый раз, значит, если я смотрю на эти каменцы, различные выступления или заявления, можно прямо говорить о том, что весь мир имеет что сказать. Кто из вас вообще что-то выставлял в ваших инстаграмах, ну, как бы какую-то историю, там все, и потом какие-то каменцы? И люди, которых вообще не знаете. Вы никогда с ними не встречались. А они тебе делают комменты, которые, фактически, чувство, как будто им есть что сказать. Я говорю, каждый раз, когда я проповедую, приходят комменты различного содержания. От приятных, типа, ой, спасибо, ребя, это как раз для меня, как будто в точку. От таких, что страшно было, можно повторить. Там и матом, и там еще, и там и разговоров куча есть. Так что Валентину приходится еще их, как бы, выводить из перечня. К каждому в этом мире, независимо от вероисповедания или социального положения, всегда будет что сказать. И самое интересное, что чаще говорят оскорбительное. Чаще всего люди, не зная ничего, ни сути, не понимая, в чем вообще разговор, хотят сказать свое, высказать свое фе, и так, чтобы ущипнуть. Потому что за ширмой интернета твоего лица не видно. Чаще всего какие-то никнеймы и так далее. Но так, чтобы сказать, оскорбительно, как будто им наступили на больной мозоль. Им, конечно, все равно, но есть что-то выразить. Даже те, кто смотрели разные ролики, всегда выставят свои позитивные или негативные вещи. Мы недовольны, вернее, у меня такое чувство, не знаю, у вас или нет, что мы, как общество, находимся в новом тренде. Новый тренд, то есть как мода. Раньше была мода иметь двухкомнатную квартиру, потом трешку, да. Потом получить Жигули или Волгу, потом, чтобы кафель был белый, или там, чтобы не было, главное, салатовый, как у всех, да. Всегда у нас были какие-то тренды, какие-то моменты. Но в сегодняшнее время, смотря на все, что происходит в мире, как будто новый тренд писать или говорить о своих оскорбительных чувствах, если даже не оскорбили, то о своих огорчениях, о том, что не так написали. Мы недовольны, что сказал наш президент, что нам сказал наш врач, что сделал сосед, как ведет себя сын, что пишут в газетах, что выставляют в интернетах, как поют и как танцуют в нашем балете. У нас всегда есть на все эти моменты, что сказать. Или мы как-то так, как верующие люди, в этом не участвуем? Ага, я так понял. Если молчать, значит уже интересно. Куда не посмотришь, всех раздражает фактически все. Как ты говоришь, что ты одеваешь, как ты пахнешь, кто выиграл парламентские выборы. Моя мама ехала в такси, ей нужно было слушать того таксиста, который говорил, насколько хороший наш сосед. Какой он герой, какой он смелый. Мама тихо молчала и думала, когда он уже закроет свой рот, то таксист. Куда не посмотришь, все нас раздражает. Вообще, давайте посмотрим, почему так. Как назвать это состояние того, что мы всегда бурчим? Недовольство. Недовольство. Чем? Вот кажется, ну, что тебе должно так касаться? Что происходит вообще в этом мире? Как не попасть в категорию недовольных и остаться практически радостным человеком? Как это вообще сделать, возможно? Писание говорит, радуйтесь, всегда говорю вам радость. Радость ваша добудет что? Совершенно. И мы напишем комминсы на Рэбе проповедь. Что он там гонит? В первую очередь давайте разберемся с нашими чувствами. Что вообще мы переживаем, когда хотим сделать о себе мнение? Либо в лицо, либо в интернете. Что вообще мы переживаем внутри? Так, чтобы нас услышали. Что мы хотим доказать? Нам что, плюнули в душу, когда с нами разговаривали? Почему нам нужно обязательно сделать комминг какой-то в сторону другого человека? Почему мы вслух комментируем в заседании Рады, когда мы никогда там вообще не будем? Что нас вообще цепляет, когда вообще люди говорят? Правда, ложь, незнание, что вообще. Встречали таких людей, что они все знают. На любую тему он начинает тебе говорить. Что нас раздражает в людях? Как они одеты? Какой у них акцент? Какие у них глаза? Как у них тогда чат уши? Как он разговаривает? Что нас раздражает в людях? Услышанное. Знаете, я хочу спросить. Мы уже забыли русский язык так потихоньку, да? Да и украинский еще не выучили нормально. То есть, как это такое. А вы ответьте мне на простой такой вопрос. Такое старое библейское слово, как соблазн. Что это такое? Давайте, ну скажите, я просто хочу вас услышать. Что такое соблазн? Вообще мы как-то вроде бы слово знакомое. Мы понимаем это слово. А вообще как бы используем, ну, очень редко, но метко. Что такое соблазн? Вообще в религиозном употреблении его часто применяют при использовании, когда делают намек на некую позицию сексуального искушения. Да, да, да. Вот это слово, соблазн. Соблазнительная такая. Сразу на какое-то у нас сексуальное подосново. Слово искушение, да, такое чувство. Соблазн. Да, такое. А давайте, давайте, давайте я почитаю несколько вам мест в Писании. Хорошо, вот давайте посмотрим несколько слов в Писании, где, вообще мест в Писании, где используют это слово. Матфея 16 глава, 23 стих. Он же, обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана. Если бы так по-русски сказать, черт, отойди от меня, да, сказал. Ты мне, что, соблазн. Потому что не думаешь не о том, что Божье, но о том, что человеческое. Какие у Петра были сексуальные мысли тогда, я не знаю. Ну, если так брать в сущности слово, соблазн, у нас в религиозном мире так оно и звучит. Матфея 18 глава, 7 стих. Горе миру от соблазна. Ибо надобно прийти с соблазна в горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Ну, мы когда-то всегда говорим, ты мне на соблазн. Не одевайся так, ты соблазняешь меня. Ну, да, такое. Римлянам 14, 20. Ради пищи, не разрушая дело Божье, все чисто, но худо человек, который ест на соблазн. И здесь слово соблазн. Наверное, секс... Не, ну, может быть, сексуально кушай так. Ну, да, да, мы сейчас придем к этому. 1 Коринфянам 1, 23. И мы, проповедуя Христа, распятого для иудеев, соблазн, а для еленов безумие. А потом Ешуа говорит сам о себе. И блажен кто не соблазнится обо мне. Ой. Ну, наверное, это... ЛГБД будет радоваться во всех этих вопросах, которые мы поднимаем. Но смотрите, если после прочитанного нами мы хотим задать вопрос на самом деле, а что такое соблазн? Или соблазн? Что такое соблазн? Какое-то слово, которое нам интересно посмотреть. Мы не используем, но нам нужно разбираться в этом, потому что если мы имеем свое одно примитивное понимание об этом слове, некое искушение. И чаще всего, если вы посмотрите Викопедию, это религиозное слово именно используется в каких-то контексте сексуального искушения или соблазна в том или ином смысле. Но когда почитаешь Место Писания, ты думаешь, подожди секунду, давайте мы разберемся. Слово соблазн. Соблазн пускай будет. Я могу по-еврейски, это будет соблазн. Латинское слово, по своему звучанию, мы очень к нему привыкли. Скандалом. Маленький скандал. Ой. Скандал. Что такое теперь скандал? Все сначала. Я читаю из словаря. В религиозной культуре это деяние, вызывающее моральное падение. В современной культуре действия по привлечению внимания. Это то же самое, как и искушение, испытание. То есть это то, что подвигает тебя на грех. Да? Само слово греческое скандалос означает колышек, палочка, на которой стоит крышечка. А крышечка над ловушкой. Вот это вот, перед тем, как это все закроется, у тебя есть скандал маленький, который ты можешь дернуть его так, что крышечка тобой закроется. И ты останешься в западне. Это как-то нормально ответил я? Вот когда мы говорим о слове соблазн, соблазн, шаблажн, или крышечка, или палочка, или там скандал. Лучше говорить скандал. Когда мы имеем эту причину, мы можем понимать, что в контексте надо уже вообще разбираться. Именно когда мы думаем о том, что происходит в жизни, и вот эти реакции людей, как оно связано с этим скандалом. Еще есть перевод, глубокий, библейский перевод этих слов. вводить в искушение, соблазнять, вводить в грех, быть камнем преткновения. А еще, отец, следующее, запомните, оскорблять, раздражать, обижать, задевать, возмущать. Вот теперь, когда мы говорим о некоторых конкретных позициях нашего характера и нашего общения с людьми, вдруг включается лампочка, включитель свет. Оказывается, что соблазн это часть того, где нас оскорбляют, раздражают, обижают, задевают и возмущают. Вот что, как объясняет этот словарь. Соблазн это колышек. Если ты его зацепил, он закроет над тобой крышку. Это колышек в нашей жизни не выглядит как оскорбление, раздражение, обида, возмущение или задевать людей по ихнему характеру. Читая Священное Писание, особенно Новый Завет, сопоставляя его с исполнением для личного роста, когда ты смотришь на эти вот моменты, этих слов, ты понимаешь, что исполнить букву закона невозможно. Ну реально, кто из вас не раздражал людей? Нет, что я, я ничего. я просто ему высказал свою и религиозную, и государственную позицию. Да. А кто из вас вообще не обижался никогда? Не веди нас в искушение. Кто из вас не искушался высказаться обратно человеку все то, что ты о нем думаешь? как он тебе сказал? Я хочу сказать, для новорожденного, сущего человека, выполнение заповедей становится трудной, ношей, трудной, огромной ношей. И все же, без Слова Божьего, без разбирательства Слова Божьего, без углубления в познание Слова Божьего, очень сложно нам расти и вырасти в нормального, все могущего перенести в Иешуа Мессии испытание человека. Что странного я заметил в вышеперечисленных писаниях? Давайте я скажу, что странного я заметил. Матфея, может быть, вы так и не думаете, я просто думаю об этом. От Матфея 18,7 мы читали это. Горе миру от соблазна, ибо надо прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Что-то странное здесь есть, нет? Абсолютно. Ну, конечно, мы же как бы не вникаем в глубину. Сказал также Иешуа ученикам, а вот тебе смотрите, Матфея, невозможно не прийти к чему? Что это значит? Знаете, что Иешуа говорит? Хочу вам сказать хорошую новость, друзья. Невозможно, чтобы не было соблазнов. Невозможно. Они будут, я еще говорю, они обязательно будут в этом мире. Новое откровение получили, нет? Нет. еще раз. Иешуа говорит своими словами пророчески, и он говорит назидание нам. Друзья, то есть, легко не будет, соблазны всегда придут. Помните, мы говорили, что такое соблазн? Да? это обиды, это огорчение, это раздражение, да? Это, может быть, даже такое состояние, где тебя унижают, оскорбляют. И он говорит, это всегда будет друзья, ученикам. Он говорит, это для вас сюрприз. А зачем? Вот тут идет хорошее дело. Мы говорим о слове соблазн, как часть какого-то искушения. А если мы берем конкретно обида, возмущение, огорчение, да? Оскорбление, как бы поддевать людей, и он говорит, оно, я обещаю, будет всегда. Он пообещал, что твоя жизнь будет под искушениями, под теми, кто будет тебя всегда обижать. Один пример, можно сказать, это не обида на жену. Ищуа говорит, что жена твоя, которой ты женился, да? Будет всегда действовать тебе на нервы. Ну, хотя бы не понял ничего. Кто из вас мужья, признайтесь мне, так честно, вообще-то кто признается, потом дома все нужно будет разбираться потом. Чья жена вам не действует на нервы? Я знаю, чья, чужая. Чужая жена вообще мне на нервы не действует. Но почему-то в семье всегда есть искушение что-то друг другу сказать. То есть соблазн. Это не только то чувство, которое поднимается как бы религиозник, хотел сказать, сексуальных отношений. Это то раздражение, то унижение. Кто из вас не унижал словами других людей, особенно соседей? Ты что, здесь поставил машину? Там моя стояла. Вы что, купили эту стоянку? Нет, она моя. пойдет только что стоит пойти на привоз. Кто из вас получал оскорбительные смс-ки? Особенно, когда ты опаздываешь. Где ты шатаешься? А еще есть люди, которые не совсем верующие, где у тебя черти носят? Да, есть такие выражения? Не верующие люди. Мы говорим о чувствах. Он обещал, что наши враги и наши партнеры будут говорить о нас совсем нелестные. Кто из вас в партнерстве был в бизнесе и ваши партнеры от вас говорили все хорошее? Ой, какие люди, какие люди, ой, какие люди. Ага. Я к чему-то веду. Важно понимать, что Ишуа просит нас всех верующих в него не реагировать на эти оскорбления и более того не становиться этим же как бы искушением до людей. Вот здесь интересно, потому что чтобы не было скандалов, нужно понимать, что эти скандалы не приходят, не должны приходить от нас, тех, кто верит в Ишуа. Иначе Ишуа говорит, лучше бы ему, если бы мельничный жорнов повесили ему на шее и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сил. Момент очень важный. Наблюдайте за собой, если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, если покается, прости ему, скажите, ну вот я и нормально, я ему все сказал, я ему сказал, а он и не покаялся. Не, он покаялся, говорит, иди, иди, все понял. Я хочу, чтобы вы понимали какую-то разницу между несколькими вещами. Есть большая разница между оскорблением и оскорбленным. Понимаете, да? Между унижением и униженным, между обидой и обиженным, между нарушением закона и потерпевшим. Есть разница? Вы скажете, а в чем? В чем же разница? Оскорбление кричит, ты это сделал, и возможно это так. Слышите, нет? Оскорбление звучит, что ты это сделал, возможно это правда, возможно нет, но оскорбленный скажет, я никогда не прожжу тебе этого. Слышите или нет? Чувства, переживания, оскорбление это событие, оскорбленное это решение принятое во время этих событий. Ишу говорит, соблазн это неминуемая часть, а вот соблазниться или нет, это выбор ты и я делаем за себя. Я говорю, что вы нам мозги композируете? Не переживайте, будьте спокойны, не возмущайтесь, я вас пытаюсь не оскорбить, а если вы оскорбляетесь, подумайте, где вы находитесь. Оскорбление неминуемое. Реакция на оскорбление это наш выбор. Обиды неминуемые. Ходить в обиде это наш выбор. Раздражители, которые поведут в нашей жизни неминуемые. Светофоры, банкоматы, они недожитоверные, не имеют души, они вообще безмозглые. Но они нас раздражают почему-то. Слышите, нет? Почему-то банкомат постоянно заедает, они отвечают на мою карточку, там денег нет, а они мне нужны. Светофор, который я спешу, а уже 10 секунд это уже начинает тебя раздражать. Раздражители неминуемые. Но жить с горьким осадком это наш выбор. А это означает, друзья, что нам в жизни можно не обижаться. Это наш выбор. Скажите, Боже, помоги мне. Помоги мне. Многие люди молятся, Боже, помоги мне любить своего соседа. Почему? Потому что он меня раздражает. Помоги мне его любить. А Библия что-то не говорит, что просите любви у Бога. Он говорит, любите врагов ваших. А потом добавляет, ладно, я его люблю. А потом дальше что говорит? Благотворите, делайте им добро. я еще не дорос. Я еще как карлик христианский. Я еще не дорос до этого. Пройдя летний период, который мы сейчас прошли с вами различных ситуаций, я знаю особенно следующий, вот следующая суббота будет здесь хупа, я понимаю, что они победоносно дойдут до нее, правда? Даник, ты уже понимаешь, о чем я говорю, да? Когда только готовятся к свадьбе, всегда есть какие-то разногласия. Вот пройдя этот летний период, я хотел бы спросить у вас, вообще-то хотел бы давно вообще спросить у вас, каждого из вас, какой у вас уровень обиды? Посмотрите, вот на себя посмотрите, какой у вас уровень обиды? На все сразу, на все сразу, на все лето, особенно август, когда нету воздуха, не хватает, цветет амброзия и все остальное. Какой уровень вашей обиды? На выборы, которые прошли. экономику, гостей, туристов, родителей, детей, друзей. Вот за это лето благоприятное. Какой уровень у нас раздражительности на наших служителей, пасторов, и самое главное, на наших врагов, которые мы приобрели за это время. Другими словами, как быстро мы обижаемся, и что заводит нас полуоборота. спрашиваю, потому что уровень моего полуоборота что-то снизился. Я понял, что это лето для меня сильно неблагоприятное. Если раньше полуоборот еще был, надо было подергать, чтобы меня что-то так раздражало, то я понял, что мой полуоборот снизился до минимального. А все-таки там Писание говорит некоторое обещание. Но как написано 1 Кориффина 2.9 Не видел то глаз, не слышало уха, и не приходило то на сердце человека, что приготовил Бог любящим его. Я когда вспоминаю, я понимаю, если мой полуоборот снизился, я раздражаюсь, а Бог для меня вообще-то приготовил намного больше, чем я вообще ожидаю. Не приходило то на мой ум, не видел то мой глаз, что он для меня приготовил. Но самое главное, что любящих его, а любящий Бога все содействует. Я понимаю, что Бог меня обличает, а мне оно не нравится. Ко мне Бог говорит, а я ему говорю, так ладно уже, это люди. Я все понял, зачем так громко говорить. Я понимаю, что мой полуоборот только нужно чуть-чуть дернуть, а я уже как спичка или как свечка. в мотоцикле завожусь. И если я люблю Бога, тогда я должен уменьшить уровень своей раздражительности. Я должен понять, что соблазны или раздражения повод для скандалов неминуемы. Я должен это понять, как верующий человек, это обещание Мессии, что оно будет. И для мира это горе, а для нас это не горе, друзья. Разве что, если мы похожи на этот мир. Но наша реакция, что мы делаем, наш выбор должен быть контролирован нами, друзья, и это возможно. Наш уровень раздражительности является индикатором нашей духовной зрелости. Запишите себе это такое как цезис. уровень нашей раздражительности является индикатором нашей духовности. Хочу дать несколько идей, что я имею ввиду. Кто из вас хочет благословения? Отлично. Или как это ответ от Бога? Я тоже хочу, друзья. Но перед тем, как я к чему-то дойду, я уже начал понимать, что у Бога есть чувство юмора очень приятное. Потому что Ишуа говорит, ну там есть моменты блажен, то не соблазнится обо мне. Там есть свой прикол, потому что я вам прочитаю это. И я понял, что перед тем, как к чему-то дойти к какому-то благословению, вдруг ниоткуда на моем пути появляется соблазн. Или я как-то так невнятно говорю это. Чтобы что-то получить, на моем пути приходит раздражитель, обидчик, разочарование, раздражение, какие-то чувства, и чем-то, все то, что возмущает меня, эти люди, которые меня возмущают, и я должен дойти к тому благословению, к тому, чего вы глаза еще не видели, не приходило то на разум мой, но передо мной стоят те, кто меня раздражает, дротують, шаяк, дротують, интересное такое слово, если перевести по-русски, так как бы дрот, дротують, наверное, как током, когда мой уровень обидчивости снижен, тогда реакция на Божие наставления вырастает. Знаете, что я скажу, вы будете удивлены. Итак, как перевести слова, которые Иешуа говорит, и сказал им Иешуа в ответ, пойдите, скажите Йоанну, Йохананну, что вы видите и слышите. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. И дальше, блажен, кто не соблазнится обо мне. Знаете, к вам может прийти сейчас откровение, но Иешуа будет вашим обидчиком. Он вас любит, но будет вашим обидчиком. Вы скажете, я не понял. Он всегда будет вашим обидчиком. Если вы не верите мне, вспомните вашу ситуацию, которая по жизни. Вы не в припрыжку бегаете, когда у вас очень сложная ситуация. Аллилуйя, слава Богу, так хорошо. Меня забирают квартиру с банка, ну так классно. я просто наслаждаюсь этим, когда двери ломают, все выносят с квартиры. А так хорошо. Нет. Мы начинаем кричать Богу, а в ответ тишина. Он становится нашим раздражителем на наши реакции. Еще говорит, я есть путь истины и жизнь. А истина в своей природе всегда является раздражителем. Кто прав, муж или жена в ситуации? Он доказывает ей, она ему, у обоих правда, и эта правда друга раздражает. Если вас Ишуа никогда не раздражал, тогда наверное у вас отношений с ним нет. Вы не раздраженные свыше. Если вас Бог не раздражает, не обижает каким-то образом, тогда отношений у вас с ним нет. Что вы имеете ввиду? Бог есть любовь, да? Он есть любовь. Я тоже люблю свою жену, но почему-то я ее раздражаю каким-то образом. Когда например неправильно заснул, знаете как это бывает? сразу чувствуешь она любя же любя я просыпаюсь и что случилось? Храпишь она меня любит, я раздражаю ее. Услышьте, может к вам придет откровение, что если вы поймете, что наша жизнь и раздражения, обиды, ситуации в жизни и обещаю вам будут. Хочу сказать, даже я хочу, чтобы были. Я хочу видеть вашу реакцию на тех, кто вас раздражает. я хочу видеть реакцию на меня лично, раздражая вас или нет. Потому что в любви есть состояние, когда мы можем надеяться. Все наши отношения с людьми имеют огромный риск. Огромный риск испытанных оскорблений личности. Сегодня люди любят судиться. Сначала судятся, проигрывают дело, а потом говорят, я хочу возмещение за оскорбление личности и получать за это деньги. Есть момент такой, что наши отношения с людьми имеют огромный риск быть испытаны через оскорбление личности, через скандал. Некую подставку, которую ты зацепишь, если ты зацепил ее, продолжаешь в этом скандале, и она просто накроет, и ты не можешь вылезти. Тогда нужно будет уже идти на Пануэл, на встречу с Богом, кому-то надо освобождение от всех вещей. А можно просто не попасть туда. Взаимоотношения всегда являются полем для обид. Наши взаимоотношения в семье, в общине, наше взаимоотношение с Богом всегда является полем для обид, раздражением, возмущением. Потому что в одиночестве, в изоляции тебя никто и ничто не может раздражать. Или я не прав? Стоя у зеркало, ты не можешь сказать отражению, как ты мне надоел, как плохо он себя ведет. Понят о чем я говорю? Ты утром встал, как ты меня достал? Смой раздражаться, давать ему претензии, сказать ему, ты меня не любишь. Гад ты такой. Разве что твоего отражения уже есть диагноз от доктора. Так не может быть. В одиночестве ты не можешь, не имеешь никого, на кого раздражаться. Вывод простой. Если тебя Ишуа никогда не раздражал, тогда может быть у тебе нужно иметь с ним отношение. Может нужно им опять покаяние, почувствовать, что ты кому-то нужен. Иногда Ишуа раздражает нас, иногда люди. Самое страшное, когда и Ишуа, и люди раздражают тебя, и то, и другое. Интересная история Матфея 15 глава. Я не буду зачитывать все там. Там есть одна история, которая меня впечатлила, потому что ситуация там реально, если разобраться, она очень-очень жесткая. Там была женщина, которая хананьянка, да? Она пришла к Ишуа, чтобы просить у него милости, помните, да? Она кричала, шла вслед за ним. Она пришла к Ишуа, и Ишуа игнорировал ее. Отношения между хананеями и иудеями были очень странные. Они друг на друга, как нас любят говорить, гнали. Они такие, а эти такие. Они друг друга унижали, как у нас анекдоты ходят и за молдаван, и за всех остальных, да? как бы за недалеких и близких, до додиков и всех остальных. То есть сама ситуация, всегда они что-то унижали друг друга. И вот представьте себе, что эта женщина, которая отделенная именно в национальной вражде, вдруг приходит тем, к тому еврею и рабе, и тому, которые игнорируют ее уже сразу, с первого начала. Кто из вас попадал в ситуацию, приходите в гости, а вы как будто там третий лишний? Кто из вас попадал в такие? А еще такое, ты приходишь и там как будто ты пришел как это самое, незваный гость, незваный гость как хуже татарина, да? И ты приходишь и такой хоть убейте, что такое, что произошло? Чувство такое очень ужасное, такое чувство, что тебя просто ненавидят, причем и все сразу. Кто такой попадал в такие вещи? Ну ты так думаешь, конечно, люди так тебя просчитывают, кто ты такой, а ты думаешь, что тебя ненавидят. Что заставило этого ханиньяку пойти в толпу евреев, просить милости у еврейского мессия, зная, что ты там незваный гость? Ситуация очень проста, мы читаем, и нормально, Ишуа имеет милость к женщине, а что заставило ее пойти туда, там, где ты незваный гость? Ишуа показывает это, реально показывает это, не говорит с ней, а если говорит, то говорит оскорбительное. Сам ничего давать не будем. Я хочу, чтобы вы не представили себе, но поняли, что это унижение было. Ишуа даже сегодня евреи говорят о, мы говорим о таких религиозных, религиозных, религиозных людях, когда работают у них не евреи, они обращаются, как бы, они на еврей, они говорят с ним, как вот эта собака. До сих пор осталось это. Ишуа обращается с таким, к ней вещи, чтобы кинуть ей этот соблазн, говорить в ответ, выразить свое недовольство, свое унижение. На самом деле, он унижает ее, кто она такая, она собака. Что заставило ее идти в толпу евреев, которые не принимали ее? Дети. что только ты не сделаешь ради детей. Дети. Дьявол мучил этого ребенка, и вот чтобы получить исцеление, помните, я говорил, вот там исцеление, Бог поставил там исцеление, а между исцелением и тобою стоит соблазн. Ишуа, который игнорирует тебя и провоцирует тебя на то, чтобы ты все сказал соседу, друзьям, партнерам, те обиды, которые ты переживаешь, те слова, которые ты чувствуешь. Что заставило ее это сделать? Исцеление. Она хотела видеть исцеление своего дитя. А мы все-таки как бы как люди, да? Я слышу родителей, мама там. Как мы реагируем на наших детей? Мама, я сегодня не приду домой раньше времени, чуть попозже погуляю со своими друзьями. Нормально, нормально. Как мы реагируем на то, что наши соседи говорят, вы знаете, как ваш ребенок гуляет, а по крышам гуляет, что вы делаете? Вы что, на моего ребенка наезжаете? Где хочет, пускай там гуляет. Мы готовы учителей сравнять ни с чем, тем, что поставили неправильную оценку. Мой додик не выучил, вы что, он мне все рассказал, он самый умный в классе, он считает до пяти, без двойки. Вы слышите, нет? Мы ради детей можем делать все, и когда ты видишь, что дьявол уничтожает твоих близких, тогда ты готов опуститься на все, отпустить все свои обиды. Когда мы хотим получить исцеление, когда мы хотим получить ответ от Бога, мы, как эта женщина, должны помнить, что она отпустила все свои обиды, все свои унижения, все то, что евреи о ней думали, как Ишуа говорил, что она собака, псина и все остальное. И получи то, что стоит между тобою и твоим Божьим обещанием. Как часто, как верующие люди, мы этого не видим. Эта история отличается реакцией женщины на то, что им было брошено, как соблазн. Наше решение, решение к благословению между миром и болью, прощением и ненавистью. это то, что следует. И вот женщина хранениянка выйдя из тех мест, крича ему, помилуй меня Господи, сын Давида, дочь моя жестоко беснуется. А он не отвечал ей ни слова. И ученики его приступив просили его, отпусти ее, потому что кричи за нами. Заметьте, ученики говорят. Мы вернемся к этому. Он же сказал в ответ, я послан только к погибшим овцам дома Израиля. И он говорил, так же понаслышала. Она подойдя к ланину с нему говорила, Господи, помоги мне. Он же сказал в ответ, нехорошо взять хлеб у детей, бросить псам. Мы то дети, а вы псы. Она сказала, Господи, ты прав, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господних. Тогда И сказал ей в ответ, женщина, велика вера твоя, да будет ей по желанию твоему. И исцелилась дочь ее через три дня. А не, исцелилась дочь через три часа. И исцелилась дочь после служения. И исцелилась ее в тот час. Услышьте, когда мы еще всегда будут те, которые вас будут обижать, унижать, какие-то говорить слова, всегда будут. Но горе, через которого приходит соблазн. Не то, что они делают этот соблазн, а через который этот соблазн проявляется. Горе тебе. Если ты смог как верующий человек среагировать на этот брошенный тебе вызов. Лучше чтобы не было, потому что ты не достигнешь того, чего Бог хочет от тебя. Хочу просто закончить простыми словами. Сегодня хочу, чтобы мы пережили, перешагнули через обиды, через наверное те ситуации, которые происходят. чаще всего хочу просто сказать, если бы ходить с Ишуа, можно прощать Ишуа, он же Бог. Людей тоже как бы те, которые враги, тоже легче простить, потому что они неверующие. Но если в нас живет Мессия, и в нас получается, что мы становимся каким-то соблазнам, провоцируя какой-то на обиду, слово не то сказал, как верующий человек, Мессия, Который во мне провоцирует тебя на то, чтобы потом закрыться, обидеться, удалиться, сказать, он еще младенец, с кем еще иметь дело, они еще не возросли в Боге, они еще не взрослые, они еще младенцы, да пойду я в другую общину, там меня никто не знает, здесь меня не любят, здесь меня поважают, пойду я в другую общину наевших червячков, потому что там тоже яблоки те же самые, если приходит такое состояние, хочу, чтобы вы поняли одну простую вещь, проблема не то в том, что этот соблазн пришел, а проблема чаще всего так, на том, как мы реагируем на него, помните, я говорил, что это лето, для меня стало индикатором, я не только с полуоборота заводился раньше, мне хватало только так, я уже завелся, Бог начал говорить мне, если ты хочешь видеть больше благословения, то, что ты еще не видел, чего ты еще не знаешь, то, что ты вообще не мечтал, возьми, сделай так, повысь немножко свое отношение, не реагируй на все ситуации, как ты реагируешь, не действуй так, как ты действуешь, не заводи с полуоборота, перешагни через эти ситуации, которые тебе обиды, и иди дальше, поэтому мое послание было именно таким образом, назвал я, не переживай, иди дальше, и вопрос у каждого из нас будет, а что с этим делать, когда тебе твой брат, сестра, ты дружишь в служении, что-то такое неприятное тебе сказали, и ты говоришь, это не Христос, отойди от меня сатана, Матфея 6, 14 говорит, если вы будете прощать людям согрешения их, то простит вам Отец ваш небесный, если он сказал дел, как ты среагировал, если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешения ваших, то есть тут цель, которую вы хотите достичь, вы не пройдете, потому что вот этот соблазн, он стоит вот здесь, а вам нужно перешагнуть. Кифа спрашивает, приступил к Ишу и сказал, Господи, сколько же раз прощать брату моему, согрешающую против меня, до семи ли раз? Он тебе раздражает. Он сказал то, что тебе не понравилось, может это правда, но сколько раз прощать его? Сколько раз переступать через обиды? Но чаще всего нас говорят, я не обижен. Вы меня просто с ними не интересно. Какая обида? Не может быть вершись не обижается. Я просто решил сменить место жительства. Пускай они будут благословены. Идут своим путем. У меня свой Бог открыл новые откровения. иду в другую сторону. Какие обиды? Допускает служение. Какая же обида? Нет обиды. Служа не допускает. Но меня Бог призвал. Я иду по своему пути. Давайте посмотрим, что мотивирует нас реагировать. звонок от твоего соседа, от служителя. Ты напрягся и начинаешь говорить в ответ. А что ты знаешь? А что ты видишь? Кто тебе вообще сказал это? Начинаем поведение неправильное. обида. И что говорит о том, чтобы мы прощали, переступали через эти обиды и шли дальше. Я хочу сказать, что в моей жизни была ситуация, которая для меня очень была неприятна. Вот долгое время назад был друг, он сейчас друг тоже, которое мы делили чувства, переживания, видения, двигались вперед. В какой-то момент его жизни произошла ситуация, где нам пришлось расстаться. как паса, как служителя, мне пришлось поставить его на замечание, на ситуацию, которая была. Наши отношения, они пахли такой горечью, ну, такой, знаете, еще, ванилью такой, противомоли, знаете, ты чувствуешь эти все. Лаванда, не знаю, лаванда, не лаванда, но сама суть, нафталином таким четким, таким жестким. много времени в этот момент нерешенных вопросов они доставали и меня, и его. Чтобы двигаться дальше, нам пришлось встретиться. Не просто поговорить, а признаться друг другу, что мы допустили не просто ошибки, а огорчение в своем сердце. у меня к нему поведение, его к моему поведению. Я знаю, что мы тогда молились и отпустив друг друга, мы сегодня перезваниваемся, благословляем друг друга, молимся друг за друга, поздравляем друг друга. Таких ситуаций у меня, наверное, было десяток по жизни. Как мы хотим двигаться? Что мы хотим достичь? Получить свое благословение. нужно переступить через оскорбление, через соблазн. Слово вам понятно теперь это? Давайте мы с вами наши ноги. Я прошу вас прощения, что я затянул проповедь. хотел бы, чтобы мы молились, чтобы мы развязали узы, которые нас держат. Они реальны. Люди, которые нас достают, они раздражают нас, они вызывают плохое мнение и плохие разговоры, плохое поведение и раздражительность. И мы не стесняемся об этом говорить. Это проблема, с которой нам нужно как верующим людям развязать. Библия об этом говорит. Все, что вы свяжете здесь на земле, будет связано в небесах. И все, что вы развяжете здесь на земле, будет развязано в небесах. Это не говорится о бесах. Абсолютно говорится о прощении. Если мы не прощаем, мы связываем. И все, что Бог нам уготовил, мы писали послание к евреям. Вера есть, но когда мы связаны, у нас даже веры нет, чтобы взять то, что нам приготовлено небеса. Прощение, свобода. Наша свобода реагировать на обиды. как сказал, искушение вот это все на обиды, на выражение всегда будут. У нас есть платформа. Они приходят каждый день не один десяток. Как мы реагируем? Я призываю вас к молитве на реакцию. Нашу реакцию на ситуацию, которая между людьми. Если я вас раздражаю, простите. если вас достаю, так вам и надо. Знаете, почему? Не потому, что я плохой, не потому, что я так сильно этого хочу. А я думаю, что мне, как пастору, тоже нужно думать, о чем я говорю, как я говорю, а нам реагировать, чтобы строить Царство Божие. Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве не являются исключением. Для нас следующий год это послание к евреям. 11 глава, первый стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем, но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере будут приводить к большим переменам. в нашей иии.